Еще раз добрый день, дорогие участники. Очень приятно вас приветствовать на вебинаре на достаточно важную тему пиар общественных компаний в социальных сетях. Меня зовут Гулина Мирханова. Я являюсь медиатренером, журналистом. Веду свой блог по мультимедийной журналистики, которые предназначены не только для журналистов, но и для общественных деятелей, для представителей правительственных организаций, в которых я рассказываю, как можно использовать новые технологии для создания контента, для общения, для коммуникации, для того, чтобы можно было с помощью этих сервисов, с помощью новых технологий находить общий язык с аудиторией. Что, в принципе, для нас с вами в любой сфере важно. Тем более, что интернет сейчас дает возможность быть медиа вне зависимости от того, журналисты, привязаны ли ты к редакции или нет. Мы начнем нашу презентацию. Час у нас идет презентация, где-то полчаса и больше, где-то 30-40 минут у нас будут отведены на вопросы. Меню вебинара. Вот так вот у нас пройдет сам вебинар. Мы с вами поговорим о том, зачем нужны общественные компании, для кого они нужны, как правильно выбрать социальную сеть и нужно ли их выбирать или нужно коммуницировать и проводить общественную кампанию во всех социальных сетях. Немножко затронем вопрос, чем они различаются. Мы поговорим о том, как писать в социальные сети, что показывать. Будет у нас небольшой список сервисов, которые могут вам помочь в создании контента и ваши вопросы. Очень важный вопрос, зачем. Большинство общественных компаний, не только в социальных сетях, все-таки общественные компании в социальных сетях, это одно из направлений, одна из веточек, одной большой компании, которую ставили на организацию, создает для того, чтобы продвигать какие-то идеи. Идеи, рассказывать о проблемах. Зачем мы спрашиваем этот главный вопрос, зачем. Проблема большинства этих общественных компаний в том, что мы зачастую не задумываемся об этом вопросе. То есть мы начинаем проводить какую-то серию мероприятий, не задумываясь, что мы от этого на самом деле точно хотим. Это проблема не только общественных организаций, это проблема в том числе и журналистов, и средств массовой информации, которые продвигают те или иные свои продукты. Вопрос, зачем. Когда мы ставим перед собой эти цели, мы должны понимать, что конкретно нужно. Даже если, к примеру, у нас общественная компания по проведению фестиваля на экологическую тему. Очень важно понимать, что мы от этого хотим. Не просто провести фестиваль, что он должен нам сделать, какую цель эта акция должна достичь, какие задачи вы должны перед собой ставить, кого эта компания должна привлечь. Мы привлекаем мужчин к проблемам женщины, мы рассказываем женщинам о проблемах женщин, либо мы пытаемся школьникам рассказывать о проблемах женщин. То есть те люди, которые должны нас слушать. Какие результаты мы ожидаем? Они должны быть прописаны очень четко. Ведь не должны быть общие фразы. Конкретные результаты. От фестиваля на экологическую тему мы ожидаем, что придет 500 человек, что будет распространено 50 журналов, что будет затронуто 10 конкретных тем. И самое важное, что в итоге должно измениться после этой кампании. Одна из проблем общественных кампаний, не только в социальных сетях, но и вообще в Казахстане, в том, что они проходят, и не всегда понятно, что в итоге она должна была внести. Вот этот слайд, на который сейчас я прошу вас обратить внимание, это не конкретное, скажем так, это больше пример тех задач, которые вы должны перед собой ставить. К примеру, условная кампания в социальных сетях, которую я провожу. И моя задача такая, я хочу с помощью этой кампании увеличить трафик на свой сайт, я хочу увеличить рост подписной базы, про email рассылки мы чуть-чуть попозже отдельно поговорим. Я хочу использовать средства массовой информации для того, чтобы продвигать свои идеи, чтобы собирать новую аудиторию. Я хочу, чтобы моя кампания принесла мне большую цитируемость в СМИ. Особенно это важно, когда у нас на, ну скажем так, большинство из общественных организаций все-таки стеснены в средствах для продвижения или там для покупки материалов, средствах массовой информации. И это такая одна из больших проблем, что журналисты не всегда интересуются теми темами, которые мы рассказываем, теми темами, которые общественные организации продвигают, потому что они, ну, не кажутся им, может быть, там, достаточно интересными. Кампании общественные в том числе это один из хороших моментов, когда позволяет в течение долгого времени повысить цитируемость в средствах массовой информации. Ну, опять же, задача моя, да, привлечь внимание политиков либо изменить законодательство. Вот такие вещи вы должны себе выписывать. Я не открою большой тайны, если скажу, что большинство вещей, которые мы планируем делать в интернете, они должны быть прописаны на бумаге до того, как вы начали что-то делать. Кампания должна быть расписана детально, на мой взгляд. Только тогда она может быть наиболее эффективной и наиболее успешной. Только тогда вы можете увидеть, какое из направлений в этой компании неэффективно, где она не работает. И только тогда вы можете очень оперативно обратить на это внимание и изменить ее. Это, конечно, одна из самых неинтересных вещей писать и планировать, но на самом деле очень важная вещь. Зачастую средства массовой информации, МПО и общественные организации, с которыми мне доводилось работать, в которых я работала, в том числе я иногда этим грешила, каюсь. Мы иногда этот момент отпускаем. Нам некогда этим заниматься. У нас всегда у всех очень много времени, мы не можем потратить лишнего часа для того, чтобы помозговать, сделать мозговой штурм и написать эти вещи. Но на самом деле это полно неверно. Если нет этой основы, прописанной детальной, если мы не знаем, что мы хотим этой компании, пусть это будет фестиваль, пусть это будет компания по помощи людям с инвалидностью, пусть это будет акция обменения дня, любая, от мелких до очень глобальных. Если мы говорим, к примеру, об очень серьезной компании по изменению законодательства, эти вещи должны быть прописаны еще более глубже, еще более детально. Кто отвечает за какую часть, кто отвечает за общение со СМИ, кто ищет блогеров и лидеров мнений, кто будет заниматься подписной базой, кто будет общаться с политиками, если они нам нужны, кто будет создавать контент на сайт, чтобы люди, которые приходили, они видели, что там что-то есть интересное. Хорошо, тогда переходим к следующему. Аудитория. Кто люди, которые будут нас смотреть, слушать, собственно, на кого направлена компания. Иногда кажется, что это достаточно очевидный вопрос. Например, компания по спасению женщин от домашнего насилия. Кажется всегда, ну элементарно, кто может быть аудиторией нашей компании. Но на самом деле, это вопрос очень сложный и очень важный. Это могут быть женщины, которые непосредственно сами оказались в этой ситуации. Женщины, от которых не совершили насилие. И тогда ваша компания будет носить один определенный характер. Она будет рассказывать им о другие истории, определенные истории. Она будет давать комментарии какие-то определенные. Вы будете публиковать в социальных сетях определенные картинки, с помощью которых можно донести информацию именно на женщин, которые сами столкнулись с насилием. Если мы говорим, что наша компания направлена на информирование мужчин, то вы понимаете, что совершенно другая компания будет. Совершенно другой подход. Контент, картинки, тесты, конкурсы, акции, опросы. Вы совершенно о других вещах будете спрашивать. Если мы говорим, что эта компания направлена на женщин, которые никогда не подвергались насилию, или думают, что никогда не подвергались насилию, которые можно рассказать, которые не сталкивались с этим, они не могут понять, почему это может вызвать какие-то дискуссии или обсуждения, почему это страшно или почему это неприятно. Тогда мы говорим уже о другом роде нашей компании. Аудитория – очень важный вопрос. Вы должны четко понимать, компания начинается с полного прописывания плана. Что за компания? Кому нужна? Какие задачи? Какие результаты? Далее, на кого компания направлена? Кто эти люди? И может быть аудитория очень широкой. Если дети, то дети бывают разными. Дети из школ для одаренных детей, дети из средних школ, дети из школ в негаполучных районах, дети, которые живут в интернатах и так далее. Это разные дети. На кого направлена компания? В зависимости от того, на кого из них вы будете работать, у вас будет совершенно разная общественная информационная компания. И в социальных сетях вы будете там вести себя совершенно по-разному. Продолжим. Считается, что более молодежные социальные сети – Twitter, Instagram. Вот вы увидите это на слайде, который сейчас показываю. Потому что сами эти социальные сети предполагают более интерактивное, более динамичное общение. Самая возрастная социальная сеть считается «Одноклассники» и «Мой мир». Но при этом я хочу вам сказать, что и «Одноклассники» и «Мой мир» – это достаточно уникальные социальные сети. По количеству пользователей «Мой мир» с «Одноклассниками» опережают и Facebook, и Twitter в Казахстане. Даже, наверное, в «Контакте». Если мы говорим про «ВКонтакте», то тут аудитория разная. Ситуация разная в разных городах. Есть страны, в которых «ВКонтакте» наиболее популярная сеть, и там присутствуют не только молодежь. Там присутствуют и более взрослые люди, более взрослого поколения. Опять же, это все достаточно условно. Я не хочу, чтобы вы это воспринимали, что «ВКонтакте» – это только для 15-летних подростков. Facebook для 35-летних успешных людей, а «Одноклассники» для 50-летних женщин. Нет, все условно. В каждой из этих социальных сетей есть, конечно, разнообразие, как и в жизни нашей. Но вот есть общие черты, которые можно вот таким образом обозначить. Twitter, Instagram, ВКонтакте – молодежные. «Одноклассники. Мой мир» – более возрастные. Facebook более экспертный. Большинство политиков, если вам необходимы какие-то эксперты, политологи, социологи, звезды, то чаще всего их можно найти, с ними списаться, и они могут скоммуницировать с вами именно в Facebook. То есть, смотрите, задачу определили. Под задачей с аудиторией стало понятно, на кого хотим работать. Теперь дальше мы идем ее искать. К примеру, если у вас аудитория более молодежная, если в вашем регионе молодежь сидит в «Одноклассниках», значит, вам нужно идти и основную вашу общественную компанию вести в «Одноклассниках», в тех группах, коммуницируя с теми группами, где эта молодежь собирается. Но если у вас, скажем так, более взрослое поколение, то выйдет туда, где они больше сидят. То есть, смотрите, в зависимости еще очень важно понять, как выбрать социальную соцсеть. Если у вас за этим занимается всего один человек, у которого помимо социальных сетей куча своей другой работы, и у него на все социальные сети есть 10 минут времени ежедневно, то если вы заведете аккаунты во всех социальных сетях, какие есть, это не означает, что будет хорошая, успешная общественная компания. Есть два мифа, связанных с социальными сетями. Мифа – социальные сети для развлечения, и второе – это не работа. Зачастую получается так, что у нас человек, который занимается социальными сетями в общественных компаниях, или просто ведет аккаунты в организации, как такая нагрузка, которую он выполняет, такой-то шкермен возник, называется он синдром БИС-5-6. Что такое БИС-5-6? Это когда человек, на которого навесили все социальные сети, работал-работал весь день, работал-работал, и, наконец, перед уходом домой, он вдруг вспоминает, что у него еще соцсети остались. Он сегодня там ничего не публиковал. И вот за 5 минут до 6 часов, до времени, когда он может уйти домой, человек садится, и все, что было у него, какая была за весь день информация, что у него было за весь день на сайте, он начинает одно за другим публиковать в социальных сетях. 10 ссылок было, 10 ссылок публикуют, 20 ссылок было, 20 ссылок публикуют. Что происходит в это время в ленте его друзей? Лента начинает заполняться сообщениями только от одного человека. Это считается многим тоном в социальных сетях, это считается милым уважением. И реакция на это, по сути, это спам, на вот этот спам. Реакция на этот спам одна. Люди отписываются. Поэтому иногда тоже на наших семинарах жалуются. Вот мы вроде ведем активную социальную сеть. Я вчера 25 ссылок опубликовала, от меня на утро 25 человек отписалось. Делаете выводы. Что дает хороший результат? Очень важный момент. Если вы считаете, что вам нужны все социальные сети, вы должны все вести полноценно. Обратите внимание, что в Инстаграме у вас будет очень сильно отличаться контент от Твиттера или от Фейсбука. То, как вы ведете себя в Твиттере, будет сильно отличаться от того, что вы пишете и как вы рассказываете в Фейсбуке либо в Контакте. Вы должны быть готовы к тому, что это не просто, что вот вы создали ваши аккаунты в социальных сетях. Все, вы присутствовали в социальных сетях. Тут же вам куча людей набежало. Давай спрашивать про ваши темы. Лайкать, шерить. Приходить к вам добровольцами. Что, что вы создали аккаунт в социальных сетях, это самый первый, самый простой шаг. Все остальное зависит от того, что вы этим хотите сказать. Очень важно распределять свои силы. Если у вас нет людей, которые могли бы этим заниматься полноценно, найдите только те вещи, которые вам точно нужны. Если у вас все-таки большая часть аудитории сидит в Контакте, а человек, который у вас может заниматься социальными сетями один, у него всего лишь 10 минут времени в день, пусть он занимается только этой группой. Плюс, может быть, иногда публикуют какие-то вещи там дополнительные. Вы поймите, что от того, что вы будете публиковать просто ссылку с достаточно дежурной фразой или с каким-то дежурным анонсом перед ней, от этого ничего не изменится. Людей у вас больше не станет. Компания ваша успешнее не будет. Это общение. Вы должны понимать, что в каждую социальную сеть, когда вы приходите, вы должны там пообщаться. Только тогда у вас будет какой-то отклик. Только тогда у вас будет масса нарастать. Только тогда у вас появятся лайки, шеры. А что такое лайки, шеры? 30% из людей, которые лайкают, могут стать теми, кто придет помогать вам. Так, еще тут вопросы могут. Можно ли сейчас прямо на сайте организации одновременно вести публикации на сети? То есть опубликовали на сайте, а оно автоматом в социальных сетях появилось. Этого делают категорически не умеет. Потому что автоматические посты ничего не приносят. Более того, уже года два назад это посчитали одним из самых главных ошибок, которые допускают компании, организации, которые приходят в социальные сети. То же самое относится, если Twitter подвязан к Facebook. Это еще хуже, потому что, получается, люди заходят в Twitter, должны пройти по ссылке, а в ссылке ссылка на Facebook, в котором уже ссылка, к примеру, на сайт. Все должно быть достаточно прямолинейно. Вот почему работа в социальных сетях – это работа. По статистике социальных сетей. Смотрите, когда вы ведете страницы, чем хорошо вести страницы? Страницы дают статистику. В Facebook есть статистика. Я не помню, есть ли в моем мире в ВКонтакте есть статистика. Она очень подробная. Статистики подробные. Они могут вам показать, какой пост в какое время был наиболее популярен. Смотрели. Сколько человек посмотрело, а сколько из них лайкнуло, а сколько из них сделало перепубликацию, репосты. Ведь нам важно не только, чтобы нас лайкнули, нам важно, чтобы наши информации поделились. Потому что когда делятся, тогда наступает эффект лавины. Делится один, делится второй, делится третий. Начинает их видеть все больше и больше аудитория, потому что у каждого нового делящегося есть свои подписчики, свое количество людей. В принципе, я бы рекомендовала создавать страницы под компанией большие. Но если у вас задача ваша сделать очень короткую, какой-то конкурс провести на тему, то создавать страницы в Фейсбуке ради этого не надо. Лучше создавать группы, либо мероприятия. Когда вы создаете страницы в социальных сетях, страницы можно создавать от живых людей. Создавайте их от своего имени. Галина Мирханова создала страницу общественного фонда «Живой родник». Это и правильный, и это стопроцентный вариант, что вас в конце концов не забанят в социальной сети. Потому что на всех социальных сетях идет активная борьба с роботами, с фейками, да, и родник живой, как пользователь, он сразу вызовет подозрение, потому что это явно не Иван Петров. Продолжим. План компании. Должен быть расписан реклама, социальные сети, имейл-рассылка, блогеры, лидеры мнения, медиаперсоны, смены мероприятия, критерии эффективности компании. Последнее тоже очень важно. Вам нужно понимать, по каким параметрам вы решите, хорошая компания получилась или нехорошая. Да, она должна быть у нас по каким-то цифрам. Цифры вы можете выбрать сами. Либо это будет по количеству людей, которые подписались на вашу имейл-рассылку. Вы можете поставить, что в течение технической кампании по информированию женщин о раке и других мы должны составить базу из 500 новых адресов. И так далее. То есть вот эти критерии эффективности компании, они должны быть очень четкие. По поводу медиаперсон, блогеров и лидеров мнений, тех людей, которых мы можем еще назвать звездами. В каждом из наших городов, в каждом из наших стран есть люди, известные в своих отраслях. Если вы проводите общественную кампанию на очень важные и серьезные темы, мне кажется, есть смысл выходить на этих людей, пытаться работать с ними. Возможно, не с политиками, если это не касается законодательных вещей. Но актеры, певцы, спортсмены, такие известные благотворители, люди искусства. Выходите, просите этих людей. В принципе, они могут поучаствовать в этом однократно. Сняться для календаря, поучаствовать в одном ролике, сказать какое-то свое мнение по этому поводу. Но вы должны понимать, почему очень важно этих людей привлекать. Ну, потому что они привлекают к себе внимание. Если этот человек участвует в этой кампании, то часть земли проводили, которые в 2015 году или в этом году проводили. И они пригласили туда несколько разных российских артистов, очень известных. Причем разноплановых абсолютно. И рокеров, и комедийщиков, и так далее. И сделали с ними там несколько разных таких кампаний. По большому счету, от артистов ничего не требовалось, кроме того, как сняться, делать небольшое видео, сняться там на пару фотографий и дать согласие, что они в этой кампании участвуют, от их имени можно проводить кампанию. По имейл-рассылке. Вообще, с этого года интерес к имейл-рассылке стал еще сильнее возрастать. По статистике, у имейл-рассылок переходы на сайт дают почти 40%, если даже не больше. Поэтому я рекомендую в ваших общественных компаниях обратить на это внимание. Если у вас есть большие профессиональные рассылки, если в ваших городах и в ваших странах есть рассылки, как, например, в Казахстане Young Professionals, рассылки, на которые подписано очень много людей, которых там много людей смотрят, то нужно выходить в эти рассылки, с ними договариваться, если у вас есть своя, значит, создавать свою базу активную и продвигать анонсы, ивенты кампании, акции, которые будут проходить, конкурсы, опросы и так далее, ссылки на ваши соцсети и так далее, то вы же все это делаете через имейл-рассылки. Там, конечно, в рамках нашего вебинара мы не успеем рассказать о том, как делать правильную имейл-рассылку, но делать ее не ежедневной, не надо в день рассылать по пять писем, потому что иначе от вас отпишутся. Но воспользоваться дважды в неделю этой имейл-рассылкой было бы очень хорошо. Вот этот момент, о котором я говорила, когда привлекли к Часу Земли Наргиз Закирову, Диану Арбенину, Камеди Клаб, Антон Камоу, Диагра. Но они, смотрите, что они сделали, они сделали тоже интересно. У них на сайте, если вы зайдете, тоже может посмотреть интересную штуку. Они разбили каждого из представителей звезд каким-то животным, которое нужно защитить. И люди, которые заходили на сайт, могли проголосовать за Леопарда с Наргиз Закировой или за Зубра с Антоном Камовым. Чем больше лайков набирала Леопард, столько же денег получала то ли зоопарк, то ли фонд, который занимается защитой Леопардов. Этот момент точно никто умирать не может. Но это был такой интересный момент еще и с вовлечением людей. Просто люди не просто заходили, лайкали, они могли еще каким-то образом повлиять на ситуацию. Они помогли повлиять на то, какое количество денег будет куда распределено. План компании. Контент-стратегия должна заключать в себе три блока. Это не означает, что у вас первый пост вашей социальной сети должен быть серьезный, второй познавательный, а третий развлекательный. Нет. Но когда вы будете вашу компанию не только в социальных сетях, а общую компанию, вы должны понимать, что по центру 20-30 все-таки развлекательного момента должна быть. Но вот такая тайная штука. Обязательно должны быть какие-то функциональные вещи, очень важные, серьезные. Должны быть познавательные вещи, обучающие, полезные вещи. Должны быть вещи, которые могут к этой информации привлечь внимание. Есть такое правило в телевизионных новостях. Что нужно показывать в выпусках? То, что человеку нужно знать, то, что человек должен знать, и то, что человек хочет знать. И четвертое, то, что человек интересно знать. Компанию можно строить примерно тоже по вот этим блокам. Мое большое убеждение во всех общественных компаниях, вне зависимости от того, проходят они в интернете люди, все-таки должна быть какая-то составляющая, не виртуальная, а реальная. Я взяла слайд с презентации компании «Час Земли». Они что делали? Они делали, конечно, большую наружную рекламу, в печати, в интернете, контекстную рекламу, на экранах и на телевидении. Я понимаю, что не во все общественные компании наши, не все общественные организации, общественные организации могут себе позволить потратить деньги на наружку или на рекламу на телевидении. Но я думаю, что нужно будет продумывать этот момент. Либо вкладывать в бюджет сумму на эти вещи, либо все-таки придумывать какие-то суперинтересные видеоролики, либо еще что-то, такие, чтобы телеканалы захотели сами их разместить, скажем так, либо бесплатно, либо не очень дорого, либо совсем недорого. Очень важно, чтобы вокруг этой общественной компании был какой-то реальный пузырь, чтобы это не только внутри, в интернете могли люди рассказывать, но чтобы это было какое-то обсуждение снаружи. Давайте больше информационных поводов, выступайте больше экспертами, выступайте по телевидению и средствам массовой информации, реагируйте на какие-то тренды, тем более, если они очень активно соотносятся с идеями вашей компании. Очень важно, чтобы выступали экспертами. Почему-то наши непроектические организации, общественные организации так-то все время в темнии. Они занимаются своей очень хорошей, важной работой, занимаясь этим внутри. Но вот и выходят в средства массовой информации только если к ним обратятся журналисты за каким-либо комментарием. Необходимо самим генерить эти комментарии, необходимо самим становиться этими экспертами, тем более, если не средства массовой информации, но у вас есть собственные странички в социальных сетях, вы можете выходить и экспертам быть там. Очень много уже было случаев, когда люди писали, наши социологи, политологи писали по каким-то темам свои замечания, свои мнения на страницах в фейсбуке. Увидев это журналисты, редакторы газет реальных, просили у них разрешение перепубликовать у себя в газете. Иногда это получались большие статьи, иногда это были комментарии, иногда это было там повод для того, чтобы газета подняла новую тему. Как определить реальность просьбы о показании помощи больной? Да, нужно, конечно, перепроверять, а как перепроверять, не перепроверить только одним, звонить и дозваниваться, спрашивать конкретные вещи, если человек болеет, ребенок болеет, конкретный диагноз, врача, у которого вы можете удостовериться. Вот здесь смотрите, когда вы введете свою страницу, вы ее должны очень жестко модерировать. Если у вас к примеру группа, у меня есть группа ВКонтакте, она посвящена мультимедийным сервисам, технологиям. Все, что касается полезного для журналистов, с моей точки зрения, информация о грантах, информация о тренингах, интересные идеи для журналистов, они там публикуются. Все, что не касается вот этих трех тем, оттуда выкорчевывается. Это очень жесткое модерирование. Иногда бывает очень сложно выкинуть информацию, что ребенку нужна помощь, но иногда это нужно делать, потому что иначе ваша страница будет ассоциироваться с совершенно другой темой. И это все должно быть четко прописано в правилах страницы, в правилах группы. Вы должны прямо там написать. Дорогие друзья, если вы публикуете здесь то-то, то-то и то-то, это не будет опубликовано. Это все будет модерироваться. По поводу текстов. Что интересно, когда мы проводили первые семинары для импошников в Казахстане, извините за слово импошники, мы встретили такую штуку. Люди писали очень официозно, очень громоздко, очень интересно про какие-то свои интересные идеи. Хотя каждая из МПО, которые были на семинаре, у них была просто уникальная, удивительная деятельность. И мы думали, боже мой, а как же теперь это все перебороть? Все оказалось очень просто. В ваших компаниях нужно находить те истории, которые могут людей зацепить. Примерно очень сильно запомнилась история с нашего тренинга в октябре была девушка с Красного Креста и полумесяца. И она говорила, что Красный полумесяц ищет людей, которые потерялись в войнах. Причем абсолютно любых. Могут попробовать отыскать родственников, где они захоронены. То есть помогают людям найти потерянных своих или погибших родственников. Первый текст, который написал, он был абсолютно неинтересным. Это были какие-то общие фразы. И мы говорим, вспомните, как два друга из аула отправились воевать в Великое Отечественное было. Один из них погиб, а второй потерялся. И так получилось, что спустя 40 лет дочка друга, который погиб, она была из немецких городов. И находясь там, сидя в кафе, они разговаривали с кем-то на казахском языке. И к ним подходит уже очень пожилой вет услышав речь на казахском, он подходит к ним и спрашивает что-то тоже по-казахски. Естественно начинается разговор. Ну и соответственно это такая история, которая хороший сюжет для крутого какого-нибудь фильма. Потому что оказалось, что вот этот дед это и есть тот самый потерянный друг. Когда она рассказала эту историю, то эта история не может не зацепить. То есть когда она рассказала через эту историю, это было абсолютное попадание в точку. Если вы посмотрите в социальных сетях, вы должны найти истории, которые людей могут вызвать у них эмоции. Людей цепляют истории, которые заканчиваются либо хорошо, хэппи-эндом, истории уникальные, истории, в которых человек, несмотря ни на что, достигает каких-то успехов. Все реальные истории. У вас в каждой компании, в каждом МПО, по каждой тематике найдется сотня историй, про которые можно рассказывать. Просто почему-то про них никогда не рассказывают. Они уходят в отчете с акс-историей, в историях успеха и уходят в этих отчетах. Но их всего-то нужно чуть-чуть по расширению рассказать. Понятно с этим? Я была рассказать про эту фразу «Не умеешь писать красиво, пиши просто». Никто не требует от вас великих образов и так далее. Но вы не журналисты, не писатели, не нужно этого делать. Нужно писать просто. Так и писать вашей аудитории в социальных сетях. Я вам хочу историю рассказать. Человек, который участвует, он не хочет, чтобы говорили его настоящее имя. Но не рассказать эту историю мы вам не можем. Поверьте на мозг, что она настоящая. Если вдруг кто-то захочет мы перепроверить и поехать к этому человеку, мы его попросим, вы с нами сможете к нему проехать и проверить, так было это или нет. Но вот история такая. И дальше рассказывать. Людям интересны люди. Если вы на сайтах, в компании, в постерах, в баннерах, не надо использовать графических человечков, вместо настоящих людей. Если есть какие-то лица, которые могут и хотят быть показаны, людям интересны люди. Очень быстро пройдемся по конкурсам активности. Помимо фотографий в социальных сетях, помимо небольших текстов, напишите кстати, большие вот такие огромные тексты в социальных сетях, на самом деле читают редко и читают только тех людей, которых привыкли видеть публицистами. Помимо коротких текстов, фотографий, видео, нужно использовать опросы, конкурсы, акции. Вот очень важная вещь, которая касается конкурсов. В конкурсе всегда должны быть четко устанавливанные правила. Если у вас идет викторина на тему рака груди в Твиттере, то у вас тоже должны быть четко правила. 10 вопросов. Кто первый, кому засчитывается ответ? Тому, кто первый успел ответить, кого мы увидели в нашем меншине. И так далее. Все должно быть очень четко прописано, для того, чтобы не было возможностей у людей обспаривать и уличать вас нечестностью. Ну и посмотрите, конкурсы обязательно должен быть победитель, прописанные правила и ограниченный срок. Если вы делаете викторину, вы ее проводите всего один час с пяти до шести. Либо она у вас идет весь день, либо у вас конкурс, который длится неделю. Смотрите, вы можете с помощью конкурсов решать свои какие-то финансовые проблемы по компании. Если у вас есть деньги на изготовление производства футболок, нет денег на разработку у дизайнера. Хорошей, стильной футболки, которую люди будут носить и в обычной жизни, не только на акции. Кидайте клич, неделю идет конкурс. В конце выставляете все футболки с голосованием. Люди голосуют по этим футболкам. Вы можете обозначить, что мы учтем мнение большинства, но все-таки организация имеет право выбрать другой вид футболки. И в принципе у вас будет готовая дизайнерская футболка за дизайн, который вы не платили. Вы все, что сделаете, вы ее напечатаете. Так вы напечатаете 50 футболок, у которых будет уникальный эксклюзивный дизайн. Понятно по конкурсам? Очень важно реагировать на тренды, иммунные вирусы. Все, что кажется нам несерьезным, развлекательным для детей, для подростков, на это все нужно реагировать. Если вдруг сегодня Ютуб говорит, самый популярный бьет вообще все какие можно было рекорды за последние 10 лет видео, а на видео танцуют гамгнам стайлы, значит нужно придумать что-то, чтобы быть в тренде, чтобы ухватиться за этот тренд и сделать самый простирский способ реагировать на эти вещи. Если нет возможности не переснимать, не делать новое производство, ну хотя бы с каким-то своим комментарием переопубликовывать это в социальных сетях своих, на страницах ваших компаний, либо находить людей, например, если мы говорим о правах женщин, вдруг женщины в хиджабах перетанцевали его, то может быть сам как бы на стайл вы бы не поставили на странице вашей социальной сети, а женщин в хиджабах танцующих как бы на стайл может быть поставили бы. Понятно про кенды мемовирусы. Не умеешь писать просто покажи. Если опять же мы говорим на примере инстаграма, не обязательно в общественных компаниях какие-то вещи писать. Если вы понимаете, что это проще, интереснее и быстрее показать, то есть нарисовать инфографику, показать ее в виде картинки, возможно мысли и главное вашей компании гораздо проще выразить демотиватором. Помните один из первых слайдов в этой презентации это демотиватор по поводу зачем, человек, который знает зачем, знает как. Можно снять видео, можно снять видео просто интервью, можно снять кировлик, можно сделать мини сериал, можно снять мини кино и так далее. То есть не обязательно все делать только текстом. Вот про инфографику это должен быть отдельный вебинар, если честно, мы его может быть проведем. Видео не будем смотреть чуть попозже. Микровидео тренд 2014 года, все видео, которые делаются с помощью сервисов Куб, Вайн, Инстаграм, самый, наверное, популярный Инстаграм, то есть там, где ты можешь снять видео до 15 секунд. Все, что укладывается 6-15 секунд. В Вайне можно снять видео только до 6 секунд. Казалось бы, что там такое, что такое 6 секунд? Но люди умудряются снимать кино, люди умудряются снимать мини-полинарные реалити-шоу. Как снять быстро? Снять рецепт суперполезной яичницы. Вы снимаете, взяли яйца, сняли картинку, разбили яйца, сняли картинку, размешали, сняли картинку и так далее. Но все это в итоге соберется в маленькое такое мини-видео, в котором весь рецепт идет пошагово, к примеру. Вот такие истории. Обратите на это внимание, я вам рекомендую, чаще заходите в Инстаграм, смотрите чаще именно, что по видео люди туда публикуют. Не только то, что по фото, а какие видео они туда публикуют. Это проект, который мне очень понравился, и я считаю, что он очень важный, и людям, которые придумали его, конечно, просто бесконечное восхищение. Проект называется Hair Tech Project. История такая, оказалось, что очень часто женщины болеют раком в Таиланде, в Бангконе, и у них, ну понятно, за химиотерапией они лысеют. Очень многие это воспринимают психологически тяжело, потому что потеря волос для женщины это такая потеря женственности. И что придумали, какой ролик вот в этом проекте. Они сняли одну женщину, главную героиню, они сделали проект в Инстаграме. Я никогда не думала, что в Инстаграме можно социальную тему молодежной социальной сети продвинуть таким образом. И они придумали, они сняли фотографию вот этой лысой женщины, сделали вот что я вам сейчас показала. ВОН появилась? ВОН короткий, посмотрим полностью, хорошо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот такая акция. Потрясающая идея. Причем вся идея заключалась в том, что в Инстаграме на фотографии можно отметить человека. По сути, можно сделать фотографию с меткой. Ну, мы как ее воспринимаем? Фото с меткой и меткой. Но тут люди подумали, придумали такую вещь. По сути, когда ты там отмечаешь, ты отмечаешь всех своих друзей. И они тоже вовлекаются в эту историю. Им приходит уведомление о том, что его отметили на такой-то фотке. Он заходит, он смотрит фотографии, он понимает, в чем он участвует. Получается, что вот этот эффект лавины, он здесь, конечно, был просто потрясающий. Вот такая история. Очень сильно рекомендую. Очень важное слово «вовлечение». Если вы в вашей компании, общественной, которую проводят в социальных сетях, не просто информируете, не просто рассказываете познавательное, не только рассказываете какие-то практические вещи, но и вовлекаете людей в вашу компанию, конечно, эффект от этой компании будет, наверное, велик. Это ссылки на мобильные сервисы, с помощью которых можно делать интересный контент, который можно тут же расшавить, либо опубликовать в социальных сетях. Вот. Рекомендую. Комикбук, с помощью которого можно делать, с помощью фотографий реальных, да, ваших, можно добавлять облачка и делать из них комиксы. Синлинг. Это с помощью этого сервиса можно делать фотографию с нитками, интерактивную. Фостер. Это сервис, который помогает делать интересные баннеры и постеры. Там уже есть готовые образцы, шаблоны, все, что вам нужно туда сделать, вашу фотографию подложить и перебить текст. Все эти сервисы можно использовать в телефоне, либо в iPad, либо в планшете. Германдар сервис для флеш-фотопанорам. А большинство из них бесплатные, если же и даже есть платные, то они стоят не больше доллара. Вот. Ну, большинство из них, у них есть бесплатные версии, облегченные. Куб. Закольцованное микровидео, которое вы можете до 10 секунд видео нарезать, подложить туда музыку, и оно будет постоянно повторяться. Очень популярно среди малорежей. Прейм-тестик – это сервис для коллажей. Да, коллажи – это тоже популярно. В коллажах очень хорошо иногда вымещать фотографии, в которых, например, в соцсети вы опубликуете 5 фотографий, это 5 разных страниц. Иногда хочется и важно собрать все комменты, все лайки именно на одной странице. Тогда я рекомендую вам эти 5 фотографий объединить в коллаж, опубликовать коллаж, как одну картинку. Видеоколлаж – то же самое. Вы собираете несколько разных кусочков видео в одно единое окошко. И пользователь его будет у вас по очереди. Сначала одно открывается, потом второе, потом третье. С помощью сервиса СИН вы можете делать 3D-шные фотографии. Фотография у вас получается такая выпуклая. Очень мне понравился сервис «Флипограмм», сервис, с помощью которого можно сделать очень быстро мобильный фотоколлаж. Фотографии, плюс под них можно музыку подложить, либо интервью взять с кем-нибудь, и звуковое интервью подложить. Но получается очень симпатично. Причем «Флипограмм» связан с микровидео. В нем можно сделать как коллаж на 6 секунд, так и на 30. Больше, до минуты он, по-моему, позволяет делать. Скетч – это сервис, в котором можно делать графические пометки. Популярно, если важно, если вдруг на какой-то картинке вам важно отметить в какой-то моменте, поставить на что-то акцент, вы можете это сделать с помощью скетча. Выбудить фотографию, отметить, нарисовать, поставить стрелочку, подписать ее, и таким образом ее опубликовать в социальных сетях. Я их назвала жанры, да, но по большому счету это не жанры, конечно, да, но это виды, которые можно использовать для создания контента в соцсетях. Мемы, опять же, вы, наверное, видели, мемы – это когда картинка, на ней большими градиентами белыми буквами написаны какие-то там подписи, розунги, смешные там вещи. Мотиваторы, демотиваторы. Постеры, баннеры, коллажи, видеоколлажи, килдшифт эффект, эффект миниатюрного города. Вот, если вы посмотрите на фотографию, это реально настоящий трамвай, но с помощью килдшифт эффекта его можно сделать таким игрушечным. Миниатюрный эффект на фотографии – килдшифт. Таймлакс и СтопМоушн очень популярны, причем его используют часто и для социальных тематик, и мы сейчас один из них с вами посмотрим. Комиксы, картинки с метками и микровидео. Миниатюрный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это видео сейчас крутится по всем социальным сетям Оно и в фейсбуке ходит, как вы говорите, и так далее Но очень важная штука То, что технология, которая снималась, называется Stop Motion Раньше для того, чтобы это делать, нужно было на фотоаппарат просто себя фотографировать Либо какой-то предмет То есть сейчас есть куча сервисов, с помощью которых можно это делать вообще без проблем У нас осталось с вами буквально два слайда Очень важно, любая компания в социальных сетях должна подписываться реальными событиями То есть помимо того, что вы в социальных сетях общаетесь, коммуницируете, создаете сообщество Они с вами общаются, они на вас реагируют Должны быть какие-то реальные мероприятия, на которые это сообщество, которое вами создано Может либо прийти, либо поучаствовать Это раз Вторая компания сама по себе должна быть подпитываться реальными событиями Должны быть помимо всего прочего, в любой общественной компании Должны быть все-таки какие-то мероприятия, на которых эти темы обсуждаются не менее широко Конечно, я говорю, круглые столы, еще, еще, еще Какие-то вещи, которые можно делать, тоже более интересными Но реальные события, реальные ивенты тоже должны быть Это нужно всегда помнить, всегда знать Вот одна из вещей, которую тоже придумывали на час земли Они делали такие штуки, как призапуск, призавтрак, да, и так далее Что это? Это по большому счету прийти, утром чай попить Но пока вы пьете чай, вы можете обсудить и рассказать ваши какие-то вещи Про которые они потом напишут Очень важный последний слайд, на котором мы с вами остановимся Очень важно после вашей общественной компании Рассказать этим людям, про которых вы собирали, создавали В течение месяца, года, в ваших социальных сетях Рассказать результат Чем все закончилось Большая ошибка тоже большинства общественных компаний Что сначала запускают, сначала им все рассказывают Как все хорошо Потом она по-тихому как-то сама заканчивается Отчитывается, отправляет там гранты, гранты и так далее Заявки обо всем Но людям, про которые они изначально сюда вовлекали, рассказывали Они забывают про них Нужно рассказать результаты Чем все закончилось Хорошо, плохо, успешно, неуспешно Но об этом нужно рассказать Возможно, что именно Итоги этой компании дадут всплеск К какому-то новому обсуждению Продолжить эту компанию Продлят ей жизнь Презентация доступна для скачивания Спасибо, нужно сказать, за вебинар Ассоциации развития гражданского общества Которая стала инициатором Которая проводит этот вебинар И которая пригласила меня провести этот вебинар Нужно сказать большое спасибо За хорошую инициативу Спасибо вам, участники, что вы потратили Два часа своего времени Мне было приятно, что вы были очень активными Огромное всем спасибо Если нет вопросов Наверное, мы тогда завершим Наш с вами вебинар Спасибо вам большое Удачи До свидания